Какая тишина! Вообще красота. Ой, разобралась так более-менее. Это у маман в комнате, а ты постоянно вообще не уберёшься. Всё полила, всё пролила, всё сделала. Тут, короче, стала разбирать. Мне нужен уже белый верх, черный низ. И чё-то я вот, прям меня прям разрубила. Вот здесь, короче, тут не сильно видно. Ну ладно, в общем, это только в этой комнате. Какой чего? Это у меня там белый верх, там рубашки, 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 юбки. Ну это не корпоративный стиль, рубашки, низ, джинсы, брюки классические. Это только здесь, это не в квартире. В квартире у меня вообще от авиакомпаний. Все знают, что такое форма. Вот, это только в этой комнате. Вот именно белый верх, черный низ. Но это я не показываю, потому что это маман вообще не моё. Ну вот. А сегодня хороший день, но так холодно. Очень холодно. Жду папика, он сейчас маман проводит и вернётся. Вот, как-то так. Кстати, эту комнату я никогда не показывала. Это я просто курю, сорян. Вот голос хоть более-менее, ну вот чуть-чуть сохранился. Вот сделала кофеёк со специальным... Там каротин, специальный каротин, чтобы вот... Ох, я ещё показываю, господи. Чтобы восстановить связки. Вот. Вот так вот в лесу мы там живём практически. Круто. Второй этаж сегодня добралась до второго этажа. Попозже сделаю тоже видео. Вот. Всем, кто сегодня едет на работу, я желаю хорошего рабочего дня. Всем, кто сегодня дома и дальше в Карантосе, я желаю тоже, чтобы всё будет хорошо и спокойно. Вот. Сейчас покажу ещё у меня в зале то, что вот у меня в гардеробе я вытащила. Чтобы мало ли там у кого-то вопросы там или сомнения. Вот. Ладненько. Всё. Увидимся. Сегодня будет интересный день, интересный влог. Надеюсь вас порадовать. Видите, у меня здесь какая-то... Это вот старая-старая у меня коллектив даже есть. Это у меня с выставки, кстати. Это богиня музыки, короче, японская. Они... Ой, я выпила. Покажу, я сейчас перевернусь. Всё, увидимся, короче. Давайте, на связи. Ну вот, продолжаем. Ой, сейчас, подожди. Ну, не хочу я, как бы, это, палить контору. Опять. Ну вот, короче. Холодно, вообще жесть. А у нас сегодня гесметио, гесметио вообще 22-20 максимум. Вот, короче, я уже... Главное, в тот день я уже приготовилась. Вот у меня платьюшка, короче. Такое, ну, черное-маленькое там. Рубачки. Я такая тоже звезда, блин, наивная. Ну, всё. Всё, блин, давай. Такая, вот у меня белые верхи. Этому, в тему нанесу. Ну, короче, ну, есть что. Шарики. Не везде чисто, я не везде могу показывать всё. О, я ещё не всё успела убрать. И мне говорят, слышь ты, блин. Ладно, поехали. Вот. Всё, никак не могу засадить. Говорю, хоть люпинами дайте засажу. Хоть... Говорю, этим, психику, значит, подожди, я вот так сделаю, потому что это пипец. Короче, вот тоже я готовилась. Когда? Два дня назад. А это я так к Матронушке ездила. Я вот их нарезала, а я так и не успела. В общем, у меня таки повезла ромашки. Ромашки, блин, я не довезла. В общем, как-то так. И я, блин... Чё говорить, да? А? Красотыща. Когда фортепиано, я говорю, сделайте уже эту... Либо вы старше это делаете, либо я его убираю. Либо там на терраску, либо второй этаж. Это кресло. Говорю, зачем оно здесь? Она на входе. Я говорю, вы хотите что? Чтобы, не дай бог, кто-нибудь когда пошёл, кто-нибудь что-нибудь... Говорю, вы чё? У меня вообще, конечно... Я просто не могу всё показывать, мне стыдно бы. Я не успела ещё всё убрать. Вот. Так, логотипов нет даже. Логотипов не должно быть. Вот. И, короче, всё приготовилась. Такая... Такая звезда. Думаю. И мне, говорит, слышь, девочка, тебе утром говорят... Какое счастье. Ну, какое счастье. Типа... Ну, в команде. А потом тебе, говорит, досвидули. Понимаешь, я тебе телефон просто сел. Вот такая классная вещь. Мне Серж вчера привёз. Знаю, блин... Опять запалила, блин. Я ненавижу эти чехлы. Ладно. Вот. Тема балетов. Москва. Большой. Я, конечно, его отру. Это серебрение. Это не мельхиор. Ну, блин. Где центровка? Где вот? Роза Ветров. Это 50-е годы. И вклейка уже была. Это не родное. Но всё на культуру. Вообще, мне кайф. Так что я в расстроенных чувствах. Вот сейчас пойду свои ногти делать. На улице. И всё. Что ты хотела ещё? Я от меня позитивный влог. Я... Ничего. Я тоже позитивный человек. Я не негативлю. Вообще, мне это не надо. Ладно. Вот ещё какие-то пацаны. Вот. Надо много сделать. Я с котом боролась. На втором этаже утром. Прихожу менять это сам. Полностью убираю всё, что было там. Застилаю новым. Сейчас покажу. Кстати, надо подняться. Всё равно у меня надо подняться. Там поднять эти сумки с новым бельём. Ну, вот. И смотрю откуда. Думаю, тут быть никого не может. Всё закрыто, блин. Стоит. Нет. Идёт толстенный белый кот. Я знаю, что это соседский кот. И орёт. Как это... Подожди. Я на себя сейчас камеру верну и продолжу. 5 сек. Ну, вот. Думаю, быть тут никого не может. Всё закрыто стоит. Как бы мы ещё так... Ещё и весеннюю уборку до сих пор не сделали. Думаю, чё почём. Стоит и орёт. Орёт так. Думаю, я сама испугалась. А я когда зашла, там было приорты. Короче, это не ставня. А ну да. Ну, окно. Как это по-русски господи. Ну, окно. Я ещё так подхлопнула. Думаю, блин. У моих тут на днях не было этого. То ли света, то ли что. Они выключили этот насос. Да? Я как нерусская, короче. Стой. Я как нерусская, говорю. Они котёл вырубили. Потому что не хватало там объём, вольтаж. Короче, понятно. И, естественно, всё закрыли. Всё. И второй этаж закрыли. И первый. Потому что, что продувалось. Система гондиционирования волшебная. Это же инженерная мысль срабатывает. И я стою. У меня в одной руке дрым. Во второй руке этот. Ну, колба от этой кофемашины. Я говорю Ярочка, говорю, Ярик, что угодно. Чего угодно может не быть, говорю, но кофемашина там должна быть. Кофемолка, кофемашина, кофе карась. Это надо плывить. Орёт кот, а ну я. Это было около 7 утра. Я представляю, какой час здесь. Ну ладно, короче. В общем, а я же как нас закрыла до этого. А он жмётся к этой ставне-то. Я думаю, ёпт, сейчас у меня здесь всё. Там стекло стоит, вазы стоят. У меня здесь бизнес. В общем, это жопа. Я вообще, я еле-еле там дрым убрала. Эту колбу убрала на постель, чтобы, не дай бог, кот не это. А он орёт. Глаза у него разные. Один зелёный такой. Больно жирный. Я уже эту ставлю открыла. Говорю, иди, иди туда. Говорю, пошёл. В общем, вот. И вообще. Ноготь сломала, блин. Ноготь сломала. Делала, делала. Вот. В общем, так что у меня здесь слуха с утра. Я ещё. Кошмар. Вот. Ну, ладно. Короче, я за позитив. Я без негатива. Я желаю всем хорошего рабочего дня. Всех надо было видеть. Слышать. А ты мне что-то на WhatsApp говоришь, что... Алена, мы так тебе разочарованы. Я так тебе разочарована. Думаю, ну, значит, вот такая я. Думаю, ну... Вот. Плохая девочка какая. Вот. Я сейчас пойду в сад. Буду. Ну-ка. Нет. Нет. Тишина. Ну вот, буду в саду, короче. Делать свои дела. А вторую половину дня я пойду, короче, опять на пляж. И буду просто вот... Вот книжечки там, книжечки. Вчера пошли в парк культуры ёлочки, короче. Думаю. Я так, я думаю, что-то давно не была. Тем более мы ехали, получается, с Москвы. Потом мы ехали с Красного пути. И, получается, мы въезжаем в город Домодедово, короче. Ну, ничего. Думаю, я запаркуваюсь. Я вот так всё пошла. Пускай машина как бы остынет как бы. Это ведро моё унылое. Безналоговое. А я такой, фу, круто. А я, говорит, ни разу не была в нашем парке. Я говорю, ты обалдел. Я говорю, ты обалдел. Ну, тут я повела. Я повела такими тропами неасфальтированными. Ой, прости, господи. Вот. Я повела, короче, тропами. А там же пруд. Всегда был там пруд. У нас самый кайф нашего парка ёлочки. Это вот пруд. Кстати, я хочу... Не знаю. Наверное, потом Ютке скажу, что она молодец. Вообще так сделали шикарно, столько аттракционов. Для детишек. Всё сделано. Всё. И для подростков. И, пожалуйста, скейтборд. И, пожалуйста, тебе аттракционы. Вообще молодцы. Молодцы. Просто супер. Идеальное место для досуга. Ну, вот. Я говорю, сейчас я подожду. А там асфальтира. Я говорю, нет. Мы по асфальту не пойдём. Мы сейчас пойдём. Так как я тебе скажу. Главное... И закрыли этот пруд, короче, на реконструкцию. Он сейчас закрыт. Он в лесах. То есть его не видно. Ну, как бы, прелесть этого парка, естественно, пропадает. Старян пересек. Ну, и, короче... Я долго не думал. Говорю, пошли я тебе покажу. Ну, я вам показываю. Вот здесь вот это, вот это то. Вот. И мы идём на бетон. Короче, вышли. Которые сзади этого парка, короче. Он такой, ё-моё, ты куда делаешь? Я говорю, ты успокойся. Я говорю, успокойся. Он говорит, не может какие-то маньячные наклонности. Я говорю, пока что это мне, говорю, на маньяков. Он говорит, это синяки. Я говорю, откуда я помню? Какие синяки? Я говорю, я... Ну, очень набрала люпинов. Всего сейчас буду заниматься. Сделаю нормальный один букет. Поставлю, чтобы был с орхидеями букет. Ну, не суть. Так что... В общем, мы вышли. Там по дороге птенец. А он не летает, короче. Он не летает. Ну, он вывылся. Не знаю. Мать рядом, никого нет. Что делать? А меня папочка всю жизнь учил. Надо помогать. Потому что запеленованный ребёнок перед тобой. Я говорю, ты что, его бросишь? Нет, конечно. Ну, я его аккуратно взяла. Он там придрелся. Вот сюда. Мне даже, по-моему, во влоге есть. В предыдущем. Там несколько секунд. Ярчик, по-моему, на свой телефон снимал. Вот. Ну, короче, я иду. Ну, короче, мы пришли. Ну, зашли, получается. Зашли мы уже оттуда с лесов. Я говорю, чтобы хорошие нам настилы здесь делали. Чтобы люди отдыхали. Говорю, хорошо. В нашем парке, короче. А то, говорю, уедете в свою Азию. Ищи вас, говорю. Ну, а поржать, короче. И иду. А мне уже всё. У меня самой рука уже всё. Даже нельзя там. Крылышки там вообще. То есть, не дай бог чего-то повредить. Рука уже вся в этом. В жидкости. Думаю, она фиксит. Ну, то нормально. Иду. Думаю, всё. Пошли на центральный выход. Сейчас я охраняю. Они же должны быть проинструктированы, что с ними делать. Очень маленькие. Дошли, короче. Выходит парень. Я говорю, на. Ребёнка забери. Он, наверное, как нравится. Смотришь. Какой ребёнок. Говорю, чё. Я говорю, ну, вы тут должны быть проинструктированы. Говорю, вы что? Я говорю, это же парк. Говорю, это же, ну, вы обязаны знать, куда что делать. К зоотехникам. К зоотехникам. К зоотехникам. Куда? Говорю, вы что? Я говорю, так. Забрали. Говорю, нахер. И это самое. Разбирайте, говорит. Он говорит, по наследству. Он говорит, старший подбегает. Он говорит, я это не возьму. Говорит, я сломаю. Не дай бог. Говорит, на руки. Подбегает старший. А он такой парнишка. Немножко такой. Ну, такой. Худее взял, короче. Я говорю, так. Сейчас ничего не делаю. Сейчас я развернусь. Отсюда выйду. А потом, как бы, по инструкции. По инструкции. Он так зоотехникам. Говорит, ага. И мы пошли, короче. Я говорю, а они его выпустили. Я говорю, ну, выпустили. И что, его либо кошки задрут, либо он сам, я не знаю. Ему тоже кушать надо. В общем, мне нельзя вообще это все видеть, смотреть. Я даже когда на днях была в центральном офисе. Ну, неважно, какой компании. Там летал жук. Хочу говорить. В кабинете я сижу. Ну, как бы, я жду там документы. Как бы, спокойно. И там парень еще подходит. А жук прям по столовому там, вот, садится. Он подходит их. И ногой его. И я прям. А у меня такая реакция не... Ну, неосознанная, что ли. Как бы. У меня первая была реакция. Зачем ты это делаешь? Это вообще. В общем, так что я и живу. Ладно, все. Не буду грузить. Всех люблю, всех целую. Уже 7 минут наболтала. Для меня это редкость, чтобы я наболтала 7 минут. Ладно, все. Мы байкинг. Лайкинг. Фореверинг. Давайте. Увидимся. Пишите комменты, кстати. И в соцсети я сейчас не буду. Я социально там. Бла-бла-бла. Все. Пока. А то время идет. Контор пишет. Пока.